Доброе утро, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и это экстренное, внеочередное видео на моём канале. Я думаю, оно станет пророческим. Мы будем спекулировать на том, что только что произошло, что я только что узнал. Это будет короткое, но очень важное видео для всех, у кого есть позиции на каком-либо из рынков. Мы проанализируем движение умных денег, миллиардеров мира, людей, которые контролируют важнейшие компании на планете. Уже на протяжении месяца или даже больше я убеждён, что крах рынка неизбежен. Крах фондового рынка, я имею в виду. И умные деньги прямо сейчас уже готовятся к этому. Это твит от Уилла Мида. Это бывший сотрудник Goldman Sachs и экс-редактор Forbes. На данный момент он является основателем хедж-фонда с активами на 1,4 миллиарда долларов. Он пишет у себя в твиттере следующее. Джефф Безос, генеральный директор Амазон, только что продал акции Амазона на 3 миллиарда долларов. Последний раз, когда он продавал так много акций, был в феврале 2020 года, прямо перед мартовским обвалом. Вот здесь он продал похожие объёмы акций Амазона, незадолго до краха фондового рынка, который сопровождался падением всего подряд. Сейчас он снова продаёт потрясающие воображения и объёмы. Акции Амазона на 3 миллиарда долларов. Что дальше, спрашивает Happy XRP. Он предоставляет визуализацию происходящих событий. Джефф Безос продаёт акции Амазона на 4 миллиарда долларов, и никто не знает почему. Февраль 2020 года. Посмотрите на график. Продано. И затем обвал. 6 августа 2020-го. Джефф Безос только что продал акции Амазона более чем на 3 миллиарда долларов. Посмотрите сюда. Продано. Что дальше? Обвал? Вы можете увидеть, что в прошлый раз так много он продал почти на пике рынка. Затем мы видели масштабный откат на фондовом рынке, и не только. Теперь мы видим, что акции Амазона снова на исторических хаях. И Джефф Безос снова продаёт. Близко к пику рынка. Миллиардеры мира знают, что они делают. Мир делится на классы и массы. У миллиардеров есть новости и инсайды для классов. Для масс есть отдельные опоздавшие СМИ. Классы знают, что произойдёт. Массам остаётся только реагировать на то, что произошло. Если вы на традиционном рынке, это вам предупреждение. Делайте выводы самостоятельно. Принимайте решения самостоятельно. Это не финансовый совет, но это как минимум подозрительно. Мы видим подтверждение действиям Безоса в форме 4 от комиссии по ценным бумагам и биржам США. Мы видим эти сделки на сумасшедшие объёмы. Вот здесь, в феврале, перед мартовским обвалом. И теперь, в августе. Нам нужно следить за тем, что делают умные деньги, а не слушать то, что они говорят. Это было экстренное включение. Меня зовут Богатейший Ди. Это канал, где мы копаем инсайды и пытаемся спекулировать на том, что прячется между строк. Поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик. Так вы поможете каналу расти, а значит моя работа не была напрасной. Увидимся, как обычно, в вечернем выпуске. А я пошёл спать. А то ещё не спал. И спокойной ночи, если кто-то тоже идёт спать. Пока. Субтитры подогнал «Симон»